Здравствуйте, надеюсь, вы меня знаете, кто-то? Какой-то не познал, Стамин Станчев с Аказом. Меня зовут Стамин Станчев. Начинаем 31 марта, новый один сон. 31 марта этого года? Тазий год, да. Этого года я увидел один сон. Два вещи повременно вече объявлены на пандемию. Это было уже, когда уже эту пандемию объявили. Да, снится мне, что я нахожусь в доме, которое мне осталось по наследству от моих родителей. Отец жив? Да, 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 жив сей дом. Там в этом доме находятся и моя мама, и мой отец, которые все еще живы. Не, не, не живем там, я наследственно, кажется. А, да, да, короче, этот дом, который просто остался по наследству, мы там общались. И как стояхме тримата, започна буря. И когда мы стояли втроем, то началась буря. В ветра се движище много силно и започна да клати, клоните на едно дарво. Ветер так разбушевался и начало разкачивать одно дерево. Значит, при първи атласах силен, който беше, имаше опасность дарвото да удари част от къщата, но много малка част. То есть на едно от стаите края. Да, когда дерево сильно разкачалось, был такой риск, что это дерево может ударить одну часть нашего дома, которая может, ну так, развалиться после удара. И вятъра духаше в посока към къщата, то есть дарвото да падне върху тая част от къщата, малка част да засегне. Да, ветер так дул, что дерево реально могло упасть на наш дом. И в един момент, като чели сверх, естественно, нещо удари този клон. И клона падна в друга посока, без да засегне къщата. И в какой-то момент какая-то сила ударила дерево в другую сторону, и дерево упало не в сторону нашего дома, а в обратную сторону. Да, после этого ветер продолжал дуть, но уже поспокойнее. Чуть-чуть позже опять началась боля, но только еще более сильная. Този път това цялото дарво имаше опасност да падне върху къщата и да разруши една четвърт или една от стаите в къщата. Да, и в этот момент еще большее дерево могло опять реально упасть на дом, но уже разрушить не части, а уже четвертую часть здания. И пак в един момент, като чели сверх, естественно, някакъв друг ветер го удари това дарво и го събори в обратно посок. И то падна цялото. Да, и опять же, какая-то сила, другой ветер, с другой стороны ударило это дерево, и дерево опять упало в другую сторону от дома. И упало полностью, целиком. Да. И так мы се успокоихме и с санувам продолжаем да санувам. Только вроде как все успокоилось, снился мне другой сон. Не, не, тот самый. А, этот сон продолжается. Не се и сказах правилно. Санувам, че едно дарво, което в реалността го нема там, в нашия двор. Санувам, че има едно високо, около 30 метра дарво. Да, мне снился, что в нашем дворе, которого на самом деле нету этого дерева, но как будто бы стоя дерево такое высокое, что метров 30. Да, и вятера го блъска. Този път бурят е още по-силно. И вятера го блъска, ако това е къщата, в посока да падне по диагонал, да я разцепи на две. И опять буря, еще более сильно, старается это дерево толкнуть так, что если дерево падет, то разрушит все здание. И тогава беше най-страшно, но пак, като чили нещо сверхъестествено ударил дарво в друга посока. То есть, ако бурята винаги е към къщата, нещо винаги в последний момент удара в обратна посока. И опять же, какая-то сила ударила дерево в обратном направлении от дома. И тогава дарвото, част от него, половината се скъса и хвръкна и падна в съседния двор на около 100 метра или повече. И тогда это дерево паломалось пополам и половина дерева упала на съседния двор. И нашия имот почти не беше засегнат. Нищо не беше засегнат. Освен леко оградат. Да, и получается так, что наше имущество, оно никак не пострадало, кроме того, что забор немножко поломался. И тогава асутидах, тогава в саня Давида, где я падал в ударводу в соседний двор. И там во сне я пошел посмотреть, куда упало дерево. И кога встегнув до ударводу, видях один самолет, сверхъестествен, неистинский. И когда я пошел к этому упавшему дереву, я увидел самолет какой-то сверхъестественный, который не... Внешне, который похож на МИГ-29. Отзад, където са соплата. Да, сзади, где сопла обычно расположена. Беше червено, като распалене въглища. Было раскалено все как от красного угля. А от самолета, от всякъде от него излезе черен дым, черна аура. Да, а из самолета, как будто черный дым вывалился, как черная аура, свое родо. Още тогава в сне или веднага след това, като се събудих. Еще во сне, но как бы на момент пробуждения практически уже проснулся. Знаех, че това економический демон. Демон, който ще предизвик економические кризи. Пришло как бы знание, что это економический демон. И този самолет се движише това в ляво, това в дясно. Много низко над земята. И этот самолет, он двигается то направо, то налево. И бавно се оттегле в далечината. И постепенно удаляется за горизонт. Така, това е сон. А сега ще ви кажа, кое я разбрах като толкование, кое Господь ми дарит. Чуть позже Бог дал нещо как толкование, това сна. Ако това е вярно, разберся, ви ще го испытате. Мы испытаем сегодня. Тот кризис, который мы переживаем сейчас, это всего лишь первая степень. Коронавирус, только первая степень, самая легкая. И экономические поражения, соответственно, тоже самые легкие. И ще има още две степени на экономических проблем. И толкование, което аз получих, че, може би, къщата е символ на, я сам я сам символ на христианите. Бог наш те не запази. Но проблема, дарвото ще падне в двора на другите. Може би, на те, които не верват в Бога. И то толкование, которое я получил, что вот этот дом, который стоял, который я видел, это как все наше христианство, которое каждый раз Бог оберегает нас. И в последний момент толкает это дерево в другую сторону, но это дерево заваливается туда, к соседям, ну, может быть, к неверующим людям. Я верю в то, что Бог сохранит меня, конечно, Ему сохранит нас, если мы будем уповать на Него. И как подтверждение вот этого сна, я хочу сказать сегодня, где-то 7 мая этого года я встретил брата Ярдана и Людмилы, которых мы знаем, Балабановых. Да, я хотел им рассказать этот сон, но мы говорили о разных вещах, и как бы до этого даже не дошло. И тогда он меня как бы опередил, Ярдан. Ярдан был дарен в церкви на пастор Симонян. Артур Симонян? Ну, армянский пастор. Армянский пастор, да. Артур Симонян, да. Разбрахчи в Армения или не знаю. Армения, Армения, да. И Ереван. Тогда Ярдан меня опередил и дал откровение, которое было получено в церкви Симоняна. Твое откровение было дарено в миналата година, не знам по кое время. Это откровение было дано в прошлом году. Казано, то, что Данчо мне казал. Да, я сейчас передаю то, что Ярдан сказал. И то, что было открыто пророком там в Армении. И записано в церковной книге. Записано в церковной книге. И там пророчествующие пророчествовали о том, что будет всего три вируса. Значит, в моем сне не ми се казва, что ще бъдат вирусы. На меня ми се казва, что в моем сне, что ще бъде экономический демон. Разбираете? Да, в моем сне не было сказано ни о каком вирусе. В моем сне мне было дано понятие о каком-то экономическом кризисе. Я же указывал, не за да ви плаща. Я вам это все говорю не для того, чтобы вас напугать. Просто, чтобы вы помолились и просто, может быть, кому-то Бог откроет, что это для Него как предупреждение. И, соответственно, всеки да вземе някакви предпазни мерки в бъдеще за себе си. И, соответственно, каждый из вас может взять какие-то соответствующие меры для того, чтобы сохранить себя, свою семью. И последнее, что я хочу сказать, что в 2012 году има дарено одно пророчество на пастор Питер Тан, което я вижу в момента, что оно исполняется. Он пророчествовал то, что в 2020 году, в международном масштабе, будет в целом экономический подъем по всей стране, по всему миру. А от 2020 година до 2027 година, казалось. Но после 2020 года до 2027 года. Ще има и экономический спад. Будет экономический спад. То есть, той пророков за 7 силни години и за 7 гладни години. То есть, он пророчествовал о том, что будут 7 сытных лет и потом 7 голодных лет. То есть, аз виждам, что това наистина започна за жалобство. Виждам, что някои неща се случват. Да, и я просто вижу о том, что это вот сейчас происходит, к сожалению. И не го указвам, нали, за да плаща никого. Просто указвам, что ние трябва да будем мудри и да се молим к Бога за мудрость и за водительство. Да, и опять же, да, я к тому, чтобы не напугать вас, а к тому, чтобы нам вооружиться какой-то такой Божья мудростью принять какие-то соответствующие меры. Ми, това е. Это то, что я хотел сказать. Вярвам, че с Божията помощ и с сверхъестественни чудеса, които Бог ще извърши, с Божьей помощью и с сверхъестественни чудесами, ние като церква ще минем през трудните времена. Мы, как церковь, будем проходить через трудные времена и пройдем через них. Не, защото ние сме силни, а защото Бог е силен. Не, потому что мы силни, потому что Бог силен. Бог ще ни предупреждава, чрез когото Той реши. Стига ни да сме внимателни и смирени да слушаем предупреждения на Бога. Аминь. Бог предупреждает. Наша задача е то услышать и принять соответствующие меры. Благодаря тебе, брат.